МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В современном мире осталось не так много честных машин, у которых форма полностью отражает функцию. Сейчас стало появляться очень много моделей, которые, согласно пресс-релизам, хороши во всем. По утверждению маркетологов, они быстры на гоночных треках. Они отлично справляются с бездорожьем. И при этом, при всем, они потребляют считанные литры топлива на 100 километров пути при движении в смешанном цикле. Но согласитесь, чудес-то не бывает. И по-настоящему честных машин осталось ой, как мало. Но мне сегодня очень повезло. Вот здесь, буквально за деревом, притаился представитель очень редкого, я бы даже сказал, исчезающего вида. Это Митсубиши Паджеро Спорт третьего поколения. И это настоящий внедорожник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы, наверное, думаете, а почему этот автомобиль вновь стал героем нашей программы? Ведь мы вам уже все, что только можно, про него рассказали. Но, друзья, информационный повод есть. В России стартовали продажи долгожданной дизельной версии легендарного внедорожника. Но перед тем, как отправиться в путь, вспомним основные технические параметры модели. Вооружен автомобиль для путешествий вне асфальта неплохо. Здесь и клиренс в 218 мм, внедорожник имеет весьма правильные геометрические данные для преодоления трудных препятствий, ну, и, разумеется, система полного привода Super Select 2 с предустановленными режимами движения недвусмысленно намекает на возможности автомобиля. В салоне все выполнено по-спартански просто, без особых излишеств. Но это и неплохо, потому что Митсубиши Паджеро Спорт это, в первую очередь, внедорожник, трудяга, а не покоритель женских сердец. Хотя при всей кажущейся скромности в салоне в этом автомобиле можно обнаружить, безусловно, нужные и упрощающие жизнь системы. Паджеро Спорт современен по начинке, и с этим не поспоришь. Но до недавнего времени не хватало одного очень важного пункта – двигателя, работающего на тяжелом топливе. Теперь он появился. Это хорошо знакомый по модели L200 4N15. Объем 2,4 литра, 181 лошадиная сила и 430 ньютон-метров крутящего момента. Ну что ж, пора ехать искать грязь. Обычно дизельная версия выдает себя сразу. Стоит вам только провернуть ключ зажигания или нажать кнопку «Пуск». С Mitsubishi Pajero Спорт ситуация интересная. Когда вы запускаете двигатель, вы ждете появления характерного рокота, но он почему-то не появляется. На самом деле моторный отсек на этом автомобиле изолирован очень неплохо. И очень тяжело даже отличить бензиновую версию от дизельной. Но дизельная версия выдает себя, когда вы начинаете движение. С нарастанием скорости рокота становится в салоне больше, но он абсолютно не навязчив. Мотор звучит хорошо. К акустическому комфорту можно добавить и удобную посадку, продуманную эргономику и, например, то, что автомобиль опционально оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы iSyn, которая специально разработана для этой модели и дизельного двигателя. Получается, что за рулем внедорожника можно не напрягаясь перемещаться на дальние расстояния. То есть японцы понимают, что бездорожье это лишь пунктик в ежедневном расписании модели, причем необязательный. Поэтому комфорт при движении по дорогам общего пользования просто необходим. Что до управляемости, то при движении на умеренных городских скоростях проблем нет. Стоит только разогнаться и попасть на извилистый участок, как тут же внедорожный характер дает о себе знать. Крены, нечеткая обратная связь от руля и тормоза, не приспособленные для асфальтовых гонок. Ну а как обстоят дела вне гладких дорог? На бездорожье самое главное, чтобы ваш автомобиль был союзником. Он не должен бояться испачкаться. И он должен вместе с вами получать удовольствие от преодоления препятствий. В то же время автомобиль хочет, чтобы за рулем находился союзник, а не враг. И когда вы съезжаете с глади асфальта, вы должны четко понимать, каковы ваши навыки на бездорожье и каковы возможности автомобиля. Иначе очень быстро можно во всем этом разочароваться. Поверьте, не разочаруйтесь. Машина прет как танк. Особенно, если она обута в зубастую резину, как в нашем случае. Причем водитель может не иметь особых навыков преодоления труднопроходимых мест. Предустановленные режимы движения помогут, мощный мотор вытянет, ну а автоматическая коробка передач, которую, хотя и не особо любят покорители бездорожья, знает свое дело. Самое главное правило не спешить. Нет смысла перечислять преимущества дизельного внедорожника. Что тут говорить? Почти 90% продаж Mitsubishi Pajero прошлого поколения приходилось как раз на версию, работающую на тяжелом топливе. Повторить ли дизельная новинка успех предшественника можно только догадываться. Но еще до появления первых живых машин российские дилеры уже получили более сотни предзаказов. При этом цена за базовую дизельную версию с механикой начинается с отметки в 2 миллиона 399 тысяч рублей. Что на 400 тысяч дешевле самой доступной бензиновой версии. Поэтому нет сомнений, что повышенный интерес среди соискателей дизельного повседневного внедорожника к Mitsubishi Pajero Sport обеспечен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова